Каждый человек, устраиваясь на работу, хочет чувствовать себя социально защищённым, рассчитывать на трудовой отпуск, оплату больничного, а также компенсацию в случае получения производственной травмы. Все эти гарантии дают сотруднику только официальное трудоустройство. При официальном трудоустройстве работник имеет право на своевременное и в полном объёме получение достойной зарплаты и ряд выплат социального обеспечения. Такие, как, к примеру, право на пособие по временной нетрудоспособности, по уходу за ребёнком, пособие по беременности и родам, а также включение периода работы у нанимателя в его трудовой стаж, уплату работодателям страховых взносов и т.д. Если у организации появляются неучтённые наличные денежные средства, которыми в том числе можно выплачивать зарплату в конверте, это свидетельствует о наличии источника получения неучтённых наличных денежных средств, возникновение которых неразрывно связано с нарушением законодательства в сфере налогообложения. В результате в бюджет нашей страны не поступают значительные суммы денежных средств. Сотрудниками налоговых органов проводится масштабная работа по выявлению таких недобросовестных нанимателей, которые становятся субъектами теневой экономики со всеми вытекающими отсюда последствиями. По результатам анализа в отношении 32 субъектов хозяйствования установлены нарушения, указывающие на факт неуплаты подоходного налога, в связи с чем в адрес данных плательщиков направлено соответствующее уведомление. Плательщикам, в свою очередь, внесены исправления в налоговые декларации. Сэкономить не получилось, ведь по результатам выявления нарушений сумма деначисленного подоходного налога составила свыше миллиона белорусских рублей. Сумма пенни – более 16 тысяч рублей, а сумма административного штрафа – 2900. Участвовать ли в тёмных схемах, каждый работодатель решает сам. Стоит только помнить, что ответственность перед законом за это тоже придётся нести самому.